Беседа Иоанна Златоуста о терпении и скорбях. Возлюбленные, будем иметь великое терпение и никогда не ослабевать и не унывать в подвигах добродетелей. Будем знать, что Владрика наша, щедрый и благомилостивый, воздает нам за малые труды великими наградами. И что Он не только в будущем веке вытавляет для нас бессмертные блага, но и в настоящей жизни, утешая нас в немощах естества нашего, подает нам многие дары. Ибо Господь всяческих, имея попечение о наших немощах, не всегда нас и скорби терпеть попускает, чтобы не слишком отягочали они нас, немощь нашу. Напротив, Сам скоро подает нам свою помощь, укрепляя наше сердце и ободряя дух. Равно и благополучие не всегда оставляет нас, чтобы мы, сделавшись беспечными, не склонились сами ко злу. Ибо природа человеческая, когда наслаждается слишком много счастья, забывает благородство и не удерживает в своих пределах. Потому-то Он, как любопильный Отец, иногда снисходит к нам, иногда наказывает нас, чтобы таким образом управить нас ко спасению душевному. Или, как врач, когда лечит больного, не всегда томит его скудную пищу, не всегда позволяет наслаждаться обильными явствами, Чтобы многое гения не произвело воспаление и через то не усилило болезни. А с другой стороны, чтобы постоянно скудная пища не ослабила его еще более, но располагает свое врачение, соображая состояние и силы болящего. И с отчаянием употребляет все свое искусство. Так точно и человек любит Бог, видя, что каждому из нас полезно, иногда позволяет нам наслаждаться благополучием, иногда же подвергает нас искушениям. Потому что если искушаются люди добродетельные, то через искушение они являются еще более светлыми и приобретают свыше большую благодать. Если подобные нам грешники, то с благодарностью принимаем наведенные на них искушения, они слагают в себя тяжкое время грехов и получают во многом прощение. Поэтому, умоляю вас, зная благомыслительную премудрость врача душ наших, не будем испытывать судеб его. Поскольку разум наш не может постигнуть их, то тем более будем благоговеть при его судьбами и за все прославлять его. Именно потому, что имеем такого владыку, которого промысл не может быть обнят никакую мыслью, не вообще разумом человеческим. Притом мы и сами не так знаем, что для нас полезно, как он знает. И не столько сами мы заботимся о себе, сколько он печется о нашем спасении. И все творит и совершает так, чтобы только вести нас к добродетелю и исхитить нас из рук дьявола. И когда он видит, что счастье не может принести нам пользы, тогда как наилучший врач, который, заметив, что кто-либо от пресыщения тучнеет, возвращает тому здоровье через воздержание. По дому тому и дивный врач наших душ наведением, хотя немногих искушений, дает нам чувствовать вред, какой мы потерпели бы от благополучия. А когда видит, что здоровье довольное, уже восстановлено, тогда собственной помощью избавляет нас и от искушений, и призабильно являет свое о нас промышление. Итак, если некоторые, живя добродетельно, впадают в искушения, то да не смущаются духом, а тем более да питают себя утешителями надеждами, что через искушения уготавляются для них венцы и награды. Если же и во грехах живущие подвергаются скорбям, пусть и они не отчаиваются, зная, что искушения во всякое время могут послужить к очищению грехов, если только все, случившееся с нами, мы принимаем с благодарностью. Ибо свойство признательного раба не только тогда благодарить своего Господа, когда сам наслаждается беспечальную жизнью, но и в неприятных обстоятельствах показывать тоже благодушие. Аминь.